Ассаляму алейкум, слушал сегодня Курбанова Эр, он говорил, что российская власть сегодня специально не поддерживает достойных кавказских глав, если так посмотреть, где на Кавказе есть сильные политики. Алейкум ассалям, я думаю, оценке Руслана Курбанова, конечно, не стоит как-то доверять, но в целом это, конечно, правда, только не в том плане, что они не хотят ставить достойных глав. Но какой достойный глава, какой достойный человек будет российским наместником на Кавказе? То есть Руслан Курбанов, когда говорит об этом, он не имеет в виду правильные убеждения кавказцев, которые должны быть, что у нас не должно быть никаких российских наместников, российских законов, что мы должны быть независимыми государствами и наши главы, наши правители, президенты, кем бы они ни были, это должны быть избранные нашим народом людьми, а не назначенные Кремлем. Он не это имеет в виду, то есть когда он, конечно, слова правильные, но он вкладывает в них совершенно иной смысл. Он говорит о том, что типа вот есть я хороший, а вот меня никто в Дагестане главой не назначает, Кремлем, вот что он говорит. А Кремль и не назначит никогда никого нормального, нет, не то, что Кремль не назначит, никто нормальный никогда не захочет, то есть достойный человек никогда не захочет стать российским наместником в республиках Кавказа. Поэтому это, в принципе, понятная логика. Томсо, ты как-то на стриме сказал, что тюркские народы, генетические кавказцы, но просто переняли тюркские языки. Ты не прав, языки, на которых они говорят, передали им их тюркские азиатские предки. Ну, видишь, ты делаешь предположение, а я тебе говорю со знанием дело. Это неправда. Как раз после тех моих слов, или вот один из чатов, в котором мы говорили об этом, как раз один мой хороший товарищ скинул мне некую информацию. Среди кумыков, кумыки, как вы знаете, это народ, кавказский народ, который говорит на тюркском языке, среди ДНК проекта кумыков еще нет ни одного гена тюркского. Еще нет, ну вот они, все кумыки, которые сдали ДНК, то есть в этом проекте, все кавказцы. Пока еще не обнаружен ни один ген тюркских народов, как ты говоришь, то есть никто еще туда не ведет. Поэтому, ну, есть как бы просто версии, есть какие-то там выводы, которые сделаны из-за того, что они говорят на языке, из-за того, что какие-то там проходили мимо империи и так далее. А есть генетические данные. Эти народы, говорящие сегодня на тюркском языке, на Кавказе, это кавказцы, автохтонные. В какой-то момент, в результате каких-то исторических процессов, перенявшие язык. От того, что они говорят на этом языке, они не становятся потомками этих народов, которые когда-то там приходили на Кавказ. Поймите, что не язык определяет генетику. Среди говорящих на арабском языке есть полно африканцев. Они вообще не арабы, они генетически не арабы, поймите. Но они говорят на арабском языке. Они не стали от этого арабами в понимании генетическом. Да, из-за языка ты можешь их назвать арабами, но посмотрите, допустим, на суданцев Магриба и посмотрите на сирийцев. Это люди, у которых совершенно разная генетика. Также и говорящие на английском, допустим, языке люди этого мира, они тоже не имеют какого-то каких-то... Ну, когда-то, конечно, будет у нас у всех один предок, это понятно. Где-то очень далеко. Но вот как бы в ближайшем обозримом прошлом их нет, понимаете, это разные народы. Говорящие на испанском или португальском, сегодня полно народов, Латинская Америка говорит там, половина на испанском, половина на португальском. Как вы думаете, у них есть какая-то генетическая вот ближайшая связь с испанцами или португальцами? Просто немножко поразмышляйте на эту тему. В том, что бывало ли у тебя так, что ты находился в депрессии или же был расстроен, расстроен, то, что ты не сможешь больше вернуться в свой родной край. Ну, я как обычный человек бываю радостным, бываю расстроенным. Где-то грущу, где-то у меня что-то болит, не здоровится, а где-то настроение хорошее. В общем, это все мне присуще. При этом депрессии я вообще в нее как бы не верю. Считаю, что депрессии у меня никогда не было. Но плохое настроение, я это называю так, плохое настроение. Бывает, проснулся у тебя, что-то не выспался. Настроение плохое. Кто-то тебя там разозлил и испортилась аура у тебя, тоже настроение плохое. Такие вещи бывают. По теме родины, что ты скучаешь по своему городу, по своим друзьям, родственникам. Поначалу это чаще, наверное, бывало. Сейчас все-таки я как-то уже, наверное, свыкся. Реже бывает так, что я по этому поводу как-то грущу. Но в целом это, конечно, грустно, друзья. Нельзя сказать, что вы находитесь в таком положении, когда вы не можете свободно передвигаться. Не то, что домой к себе поехать на родину, а вообще просто поехать куда-то, путешествовать, посетить своих родственников в других странах. Ты ничего из этого не можешь, и ты такой с этого кайфуешь. Такого не бывает. Конечно, это тебя печалит, тебя расстраивает. Где-то ты можешь грустнуть. Но это обычные, как бы жизненные такие вещи. И нужно из этого делать трагедию, тем более придумывать. Теперь болезнь из этого называть это депрессией или как-то еще. При этом я прошу не навязывать мне каких-то мнений, что там депрессия, она есть, Тумсо это болезнь и так далее. Ну, может быть, я просто с этим не сталкивался. Поэтому, ну, не верю. Может быть, когда-нибудь столкнусь и скажу, что да, так и ошибался. Тумсо, Навальный не боялся Путина и сражался тут в России. Почему ты так против Рамзана не можешь тут бороться? Ну, наверное, я не достиг того уровня, который постиг Навальный. Наверное, это какой-то следующий этап. Как я на него перейду, может быть, тоже буду, находясь в России, сидя в тюрьме бороться. Мое мнение, что Навальный совершил глупость, вернувшись в Россию. Тумсо, я думаю, не совершишь такую глупость, мог продолжать свою деятельность, сидя где-нибудь, сам себя им в руки отдал. Я бы не стал давать оценки этому, все-таки, я думаю, это было непростое решение для Навального. И раз он ведь все обдумал, его принял, ну, значит, он посчитал, что это правильные действия. В любом случае, это было смело, это очень самоотверженно. Я бы не стал называть это глупостью. Тумсо, насколько вы согласны с мнением, что Навальный агент спецслужб, объективно говоря, ни одному человеку в России не дали бы набрать такую огромную политсилу с оппозиционными взглядами? Я считаю, это, ну, очень глупые такие заявления. Они присущи людям, которым свойственно полагать о каком-то мировом заговоре, о чем угодно. Я предпочитаю вообще с такими людьми как-то не общаться, но ты, что бы ты им ни сказал, в принципе, любую тему они сведут к какому-то заговору, к игре спецслужб, чего угодно. В итоге все придет к тому, что даже и не Россия, и не российские спецслужбы этим управляют, а какие-то вообще инопланетные. Ну, в общем, просто, наверное, я бы не стал на эту тему спорить. Мне нравится, что вы не переходите на личные оскорбления в адрес Кадырова, в отличие от него. Фридом, мне не приходится это делать, так как за меня это делают его же товарищи, например, Хамбиев и другие, перешедшие на их сторону. До того, как, разумеется, перейти на их сторону, они это делали, но записи сохранились, ролики всплывают, и мы видим эти оскорбления, поэтому нам и не приходится как-то ему отвечать. Его же дружки, их же как бы с ртами, их же языками, они получают ответы. Брат, если Кафыров родился душой, телом, сердцем, мозгом, ДНК, русским оккупантом, то выходит он никакой не предатель, он тупо враг свободного чеченского народа, а народ ему враг, храни тебя, Всевышний Амин. Слушай, люди не рождаются предателями, или плохими, или хорошими, они все рождаются одинаковыми, но как-то со временем приобретают либо хорошие качества, либо плохие. Поэтому давайте рождение человека не будем, наверное, трогать. Это Кадырова у нас любит говорить о незаконной рожденности, вмешиваться в какие-то интимные вопросы, семейные вопросы, это не наша все-таки тема. К тому же у него с Хамбиевым вроде батл на эту тему, пусть они сами там разберутся о своем происхождении, мы оставим это для них.